МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перевал Архарлы с недавних пор стал объектом пристального внимания всего Казахстана. И связано это было не только с открытием неизвестных ранее петроглифов. Команда любителей археологии, которые называют себя охотниками за петроглифами, в 2017 году обнаружила в горах Архарлы многочисленные скопления наскальных рисунков различных исторических эпох. Вместе с этим выяснилось, что уже на протяжении многих лет здесь ведутся горные работы по добыче каменного щепня, подвергая опасности памятники истории и культуры. Команда охотников за петроглифами появилась достаточно давно. В команду входят очень разные люди, журналисты, строители, дизайнеры, фотографы. И это не какая-то обязанность, это такая активная жизненная позиция. И люди не только на словах, но на деле сохраняют культурное наследие. Согласно действующего законодательства, у каждого памятника археологии есть своя охранная зона. В пределах охранной зоны запрещено проведение каких-либо работ. А здесь же мы видим, что горные выработки буквально соседствуют. Да нет, скажем прямо, они разрушают древние петроглифы. Петроглифы — это выбитые или вырезанные, а иногда и нарисованные краской, изображения на камне. Самые ранние петроглифы относятся к эпохе Верхнего Палеолита. Их возраст составляет от 20 до 50 тысяч лет. Самые поздние датируются эпохой Средневековья. Петроглифы разнообразны по своей тематике и встречаются практически на всех континентах планеты. Несмотря на внешнюю простоту, они содержат в себе важные сведения о жизни древних людей, их представления о самих себе и об окружающем мире. Всего-навсего три месяца тому назад речь шла на уровне дискуссии. А стоят ли вообще эти рисунки того, чтобы здесь организовывать очень серьезные научные исследования, новую паспортизацию и так далее. Нам удалось убедить, продемонстрировав органам власти эти петроглифы и те памятники, которые уже были известны еще до начала исторической программы, в том, что это имеет смысл. Не сразу, не без каких-то трений и конфликтов. Но мы пришли к этой ситуации, что только совместными усилиями мы можем решить эту проблему. Важно выработать культуру взаимодействия простого народа и чиновников. Начинать, так сказать, внедрять сознание людей, что с чиновниками можно и нужно работать. То же самое в отношении чиновников, что с людьми простыми. Можно и нужно взаимодействовать. Первичная археологическая разведка в горах Архарлы была проведена силами народной археологической экспедиции, в состав которой вошли волонтеры команды охотников за петроглифами и специалисты Института археологии. В течение трех месяцев им удалось зафиксировать в горах Архарлы десятки неизвестных ранее памятников истории и культуры, включая скопления петроглифов, курганные могильники и поселения. Если говорить точнее, то речь идет о четырех скоплениях. Это еще Марьяшевым Александром Николаевичем были найдены вместе с Ольгой Гумировой. С 2017 года, как эти памятники были уже выявлены, мы сразу взяли под охрану государства, поставили таблички. Работы, которые велись вдоль этих памятников, были все остановлены. Работы, которые велись вдоль этих памятников, были все остановлены. Буквально месяц назад мы посетили народную археологическую экспедицию, которая на средства волонтеров проводила паспортизацию памятников Архарлы. И вот сегодня мы видим слаженную работу государственных органов и общественных организаций по установке вот таких охранных досок. Эти доски будут установлены по всему периметру этого памятника. Большое вам спасибо. От лица всего казахстанского народа. Очень оперативно сработали. Мы сегодня установили четвертую информационную доску. То есть две было вчера установлены, сегодня две мы установили. Вот эта вся территория длиной 20 километров, ширину 6 километров. Вот это все находится на этой территории, находится Петровлика. На сегодняшний день волонтеры совместно с Институтом археологии проводят разведку. Уже почти что 90% разведывательных работ уже завершили. И сейчас уже параллельно приступили к паспортизации всех петроглифов. Когда мы раньше устанавливали, у нас охранные доски 40 на 60 были. Здесь мы установили метр 30 на 60. С одной стороны идет информационная характера, с одной стороны предупредительного. Радостно. Радостно то, что наконец наша неповоротливая машина государства от слов перешла к делу. Не знаю, насколько действительно остановит людей, потому что помимо промышленной заготовки здесь и частные какие-то предприниматели занимались заготовкой этого скальника. Но все равно. Опять же, мне кажется, это какое-то развитие туризму. Ну да, здесь вот рядом перевалы, это даже Орлы. После паспортизации будет сделана схема, GPS-схема с указанием всех вот этих петроглифов, которые будут потом вбиты в базу земельного катастрофа района, чтобы в дальнейшем мы это все сохранили. Также у нас на сегодняшний день со всеми владельцами данной территории заключены обязательства по сохранности данных петроглифов. То есть здесь теперь никакие разрушительные работы не будут проводиться. И они с 2017 года, можно сказать, уже не проводятся. Мы находимся в местности под названием Орхарлы. Тут расположены три скопления петроглифов. На них выданы заключения инспекции по охране памятников. На сегодняшний день ведутся работы по возврату земель под эти объекты. Согласно статье 127 земельного кодекса, все руководители ТО данных участков были уведомлены о том, что на их участках расположены петроглифы. Они все готовы передать земли в районный земельный фонд. В Бронзовом веке центральное место всего святилища занимала вот эта скальная группа огромная, где сохранилось панно 3 на 4 метра с почти сотней миниатюрнейших изображений людей, животных, люди, причем там цены охоты, ритуальные позы, то есть явно ритуального назначения. Но вся остальная часть этого панно, то есть композиции Бронзового века, мы видим уже только, к сожалению, в развале. Это, как говорят, в криминалистике, вещественное доказательство. Вот этот камень упал вот с того вот алтаря. С нашей стороны была проведена разъяснительная беседа с жителями двух сельских округов Кирбулакского района. Земли, на которых расположены петроглифы, являются частной собственностью. С владельцами участков также проведена беседа. После паспортизации объектов и обретения юридического статуса они готовы передать земли в Государственный земельный фонд. На сегодняшний день Институт археологии все эти работы проводит. Они к октябрю месяцу завершат эту работу. По завершении мы в областном центре в городе Талдыкурган проведем конференцию с приглашением известных археологов, волонтеров и всех тех, кто занимался выявлением разведки вот этих работ. В дальнейшем мы планируем здесь создать археопарк. Собственно, вот сейчас мы находимся перед началом центральной панорамы светильща раннего Железного века, которое в дальнейшем и в раннем Средневековье. И даже в новое время неоднократно эти рисунки подновлялись, но сохраняя стиль и традиции скифосибирского звериного стиля, того первоначального момента, когда они были созданы около двух с половиной тысяч лет тому назад. Вы чувствуете какое-то удовлетворение от сегодняшнего дня? Конечно. По-настоящему это почти что праздник, когда наступил тот момент, когда признали, что бетроглифы надо защищать на уровне государства. Для нас это очень важно. Теперь мы понимаем, что, возможно, начат тот самый путь, когда Казахстан начнет целиком ценить то, что нам осталось от предков, и мы передадим это следующим поколениям. Ольга Николаевна, я хочу от себя лично, от всех жителей области поблагодарить Ольгу Николаевну. С апреля месяца вот эту проблему слышал, в мае мы с ней встречались, вот это все обговорили. Конечно, если вот так тревогу не били бы, может быть, сегодня она дальше работа шла бы, все разрушалось бы, может быть. Ну, хорошо, что такие люди есть у нас, которые душой болеют за сохранность вот этих памятников. Если есть такие люди, мы всегда открыты, можно сказать, 24 часа в сутки, я всегда так говорю. В любое время ночью можете позвонить, если есть какие-то такие разрушения, либо нашли новые какие-то объекты, могут обратиться в наш центр по охране историко-культурного следа в Алматинской области. Мы без проблем можем выехать. Если мы, когда всегда получаем сигналы о том, что где-то разрушаются какие-то памятники, мы в тот же день выезжаем. Мы не смотрим там на время, как бы сразу выезжаем и фиксируем. Если есть разрушения, то даже передаем правоохранительные органы. Были такие случаи у нас, когда мы передавали правоохранительные органы. Были даже возбуждены уголовные дела, административные дела. Вот мы как бы открыты к народу. Мало, скажем, сделать паспортизацию, мало остановить строительство, мало забрать участки у тех, кто разрушал эти петровлики. Самое главное – изменить сознание людей. Если люди будут осознанно относиться к памятникам археологии, то только в этом случае они будут в безопасности. Историко-культурное наследие Казахстана огромно и самобытно. Именно оно связывает общество с его многовековым прошлым и формирует наши духовные и культурные ценности, создавая основу для воспитания будущих поколений в духе патриотизма и любви к родине. На данный момент в Архарлы зафиксировано 120 памятников археологии, в том числе более 20 скоплений петроглифов, десятки поселений различных эпох и множество курганных могильников. Охрана этих памятников является обязанностью не только государственных органов, но и каждого гражданина и всего общества в целом. Ну, нужно отметить, в первую очередь, работу, конечно, областного акимата, в первую очередь, управления культурой, потому что я сталкивался с необходимостью защиты археологических памятников, ну, во многих районах, прежде всего, Южного Казахстана, Семеречи, Алматинской, Южно-Казахстанской области. Не всегда, не везде власти так оперативно реагируют. Иногда приходится прикладывать достаточно значительные усилия и далеко не с таким очень быстрым и конкретным результатом. В данном случае я могу отметить управление культуры областного акимата как неравнодушных людей, которые подошли к проблеме, возникшей. А я знаю, что многие из этих сотрудников пришли на свои должности, и имея, то есть, скажем так, тогда, когда уже эта проблема возникла и были не в курсе, но когда разобрались, очень быстро, вовремя среагировали и приняли вот эти меры, которые дают нам надежду на то, что Архарлы будет с одной стороны защищен, а с другой стороны будут проведены соответствующие полноценные научные исследования. Если подводить итог четырехлетней защиты у петроглифов Архарлы, на сегодняшний день можно сказать, да, результат есть. То есть вот то событие, которое сегодня состоялось, и установленные доски охранные, и то, что здесь собралась команда, и мы были не противниками с представителями власти и журналистами, в принципе, мы реально были одной командой, и есть планы на будущее. Я надеюсь, что это у нас получится, но если, конечно, мы будем понимать друг друга и взаимодействовать. Общественники, власти, Институт археологии. Как мы можем видеть на примере петроглифов Архарлы, ценнейшие памятники истории и культуры исчезают буквально на глазах вследствие недальновидной, а я бы даже сказал неправомочной, хозяйственной деятельности человека. И эффективное решение этой проблемы возможно только при слаженном взаимодействии государственных органов и общественности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok